Жара, открытые окна и вот еще один ребенок у нас выпал из окна. Это случилось в Кирове. Двухлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала с третьего этажа. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное. Угрозы жизни нет, а следователи проводят проверку. Несмотря на все предостережения, дети гибнут и травмируются каждое лето. Начиная с апреля у нас уже пять случаев. Как предотвратить беду и уберечь наших детей от непоправимого, поговорим в этой студии с уполномоченным по правам ребенка в Калужской области. У нас в гостях Ольга Коробова. Ольга Владимировна, здравствуйте. Наверное, только ленивый не говорил о том, что москитные сетки – это обманка, которые не спасут и не удержат ребенка. Как еще объяснять родителям и детям, что надеяться на них нельзя? Ответственность за жизнь и здоровье их детей только на них. Только взрослые отвечают за своих детей, за их безопасность, за их жизнь и здоровье. И здесь нужно помнить и понимать, что нужно немного времени критическим взглядом окинуть свою квартиру, для того, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы обезопасить пребывание ребенка в доме. Сейчас был период самоизоляции, и, к сожалению, эти случаи у нас происходили и в этот момент, когда все взрослые находились дома, и дети были под присмотром. Важно помнить, что надо убирать мебель от окна, чтобы у ребенка не было доступа к окну. Поставить технические средства на окна. Надо уделить немного времени, немного усилий, и, в принципе, можно даже своими руками установить защитные блокираторы. Но помимо окон есть и другие опасности, которые несут нам, да, несет нам лето, в том числе это водоемы. А также очень часто родители оставляют своих детей в машинах, пока идут, допустим, за покупками, сейчас за окном 30 градусов. Как действовать вот в этих ситуациях, как объяснить родителям, что это тоже недопустимо? Здесь только нужно представить каждому родителю, каждому взрослому, что происходит с ребенком, когда он находится в перегретой машине. При температуре в автомобиле, в салоне автомобиля 40 градусов, ребенка начинает постепенно отказывать различные органы. И он погибает. После ДТП оставление ребенка у одного в салоне является вторым. Ну, по рейтингу, да, несчастных случаев, несчастья, которые происходят с ребенком. И здесь категорически, ни в коем случае, ни на 5 минут, ни на 10 нельзя оставлять детей в салоне. Ну, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и многие дети сейчас оказались, ну, просто болтающимися по улицам, да. Вот вы как мама, как уполномоченный, какие советы дадите? Чем заняться детям, чтобы они не подвергали себя опасности? Ну, я думаю, что здесь и родителям, и тем, и старшим ребятам, может быть, поручить вспомнить игры, какие были в нашем детстве во дворах, и начать играть. Потому что эту энергию необходимо направить в мирное русло. Безусловно, разговаривать с детьми о безопасности, показывать практически, к чему может привести их шалость. Ну, и, конечно, учить детей организовывать свой досуг самостоятельно, а самое главное, безопасно и с пользой. Ольга Владимировна, большое спасибо. Будем надеяться, что это лето будет безопасным.